Привет, друзья! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Сегодня я записываю для вас блог из мастерской в чистой одежде. Непривычно, правда? А это все потому, что я уже собираюсь домой, хотя время обед. У меня завтра защита диплома в высшей школе экономики. Когда вы посмотрите это видео, я его уже скорее всего защищу. По крайней мере, я на это очень надеюсь. А сегодня я хочу рассказать вам про 650-ку, про которую говорил в прошлом видео, которая является прекрасным примером того мопеда, того бургмана, который ни в коем случае нельзя покупать. По крайней мере, по моему мнению. Кто-то может считать иначе. Если вы считаете иначе, обязательно напишите об этом в комментариях. Итак, я надеюсь, что владелец на меня не обидится, потому что он очень хотел увидеть обзор своего скутера. Но, к сожалению, с какой стороны получилось. Номера я закрыл, так что надеюсь, что я никого не обижу. Ну, если обижу, извиняйте, тут уж сорян. Но как есть. Говорю как есть, а вы уже дальше делаете свои выводы сами. У нас есть пациент. 650-ка, 2004 год. LX с АБС. С АБСом до пятого года мопед. Это как бы классно. Не очень много их таких. Он с электрозеркалами, но без электростекла. Электростекло пошло с пятого года. Пробег у нас здесь 81 тысяча на приборке. Реальный вообще хрен его знает. Ну, может и реальный этот, не знаю. И у нас тут, как вы видите, снят вариатор. Один путешественник приобрел этот скутер. И сразу же выяснилось, что у него проблемки с вариком. Работает он как-то не так. Раскручивается у него мотор как-то странно после мойки, как выяснилось. Что-то у него там с катушками, свечами. Вот. Тут мы можем лицезреть по кругу новые китайские тормозные диски. Как спереди, так, в общем-то, и сзади. Вообще не притерлись даже еще. Это мопед с дизельным звуком. И у нас здесь стоит польский шафт-адаптер, который выглядит вот так. Когда его сюда устанавливали, смазать его поленились. Он уже подраздолбанный. Мопед немножко дизелит. Но, в целом, ничего смертельного. Еще походит. Его надо будет продуть, смазать и нормально. Тут вот у нас видна стандартная течь масла из-под вот этого вот колечка. Тут у нас течь масла из-под проводов генератора. Ну, и тут у нас залежи ржавчины. Прям такие взрослые. Я специально не стал пока ничего выдувать. Специально, чтобы вам показать. Естественно, сайлентблоки тут умерли своей смертью уже сто лет назад. Крутить подшипники маятника я даже не хочу, потому что это бессмысленно. Скорее всего, они мертвые. Здесь, кстати, кто-то снимал двигатель, потому что вот эта нижняя ось тоже крутилась. Может, конечно, так вариатор перебирали, не знаю. Вот. Но смысл в том, что вот этот вот патрубок, один из патрубков вентиляции картера, не одет на свое место. Я, ввиду своего определенного опыта, поскольку я видел такой мопед далеко не один. О, какая-то 650-ка приехала. Я, в общем-то, уже на слух это могу определить и сказать, что что-то не так, надо смотреть. К сожалению, те, кто видят 650-ку в первый раз, сделать такого обычно не могут и ездят по незнанию. Воздух у них сосет фильтр мимо, прямо в мотор. И это печально. Собственно, что мы видим здесь за ситуацию? Я хотел вести диалог немножко по-другому, но после того, как я вскрыл вариатор, в общем-то, ключ к тому, как рассказать эту историю, у меня возник сразу же. А мы видим здесь классическую ситуацию, что мопед, скорее всего, будет собираться на продажу, потому что владелец совершенно не тянет его ремонт. А видим здесь такую вот интересную картину. Значит, якобы здесь предыдущий владелец со слов менял ремень и шестерни то ли 10, то ли 15 тысяч назад, во что я, в принципе, могу поверить. Здесь на ремне есть несколько скольчиков, но не критичных. Шестерни в целом, ну, конечно, они подизношенные, но не то, чтобы очень страшно. А страшно другое. Вот это, например. Здесь рассыпался подшипник и здесь у нас в картере болтается обойма. То есть, вот эта вот крышка требует как минимум ремонта этого посадочного места, а также ремонта вот этого посадочного места. Ну, скорее всего, она требует выкинуть ее на металлолом. Первый раз вижу, чтобы разваливался вот этот подшипник. Скорее всего, кто-то очень жопорукий лазил и пытался его смазать. И, возможно, в этом вся причина, потому что он больше всех подвержен агрессивной среде. И, возможно, из-за того, что болталась муфта, вот это вот эти вот скольчики на свежем ремне и появились. Потому что, по идее, на 10-15 тысяч их там быть еще не должно. Как итог у нас проблемы с вот этим подшипником. Вот этот тоже далеко не идеальный. Тут явно кто-то ковырял пыльники. Ну, выработка, понятно, на картере в стандартном месте. Смазки вот тут надавлено. Шпонки не оригинальные. Есть они такие в продаже уже много лет. В принципе, я считаю, что если они прошли 15 тысяч в таком первичном валу, то показатель неплохой. Я не буду сейчас говорить ничего не плохого, не хорошего. Про эти шпонки они просто есть. И очень много лет они были единственной хорошей альтернативой бронзовым или оригинальным. Здесь мы видим вот такие вот замечательные раздолбанные посадочные места. Причем это раздолбало уже давно. Ну, я думаю, видно. Далее мы здесь видим муфту, в которой, в общем-то, там ответная часть тоже не в идеале. Это показать на видео будет трудно. Самое интересное, что здесь можно видеть, это хвост муфты. Здесь у нас какие-то замечательные умельцы. Закрутили удлиненный стопорный болт самодельный в картер с шайбочкой. Зажали им подшипник. Да как зажали? Прям это надо было так извратиться. Собственно, солнышко сегодня светит как-то не очень, но это уже ладно, мелочи. У нас здесь прямо пыльник вмяли болтом при его затяжке и деформировали, как я уже показывал в своем видео. Сейчас вот ссылочку прикреплю. Старая, но очень актуальная, потому что эта тема распространяется в инфополе. Народ так делает и все больше приезжает результатов этого труда. То есть, вот сюда у нас закрутили болт. Вот у нас примерная ось, по которой прижималась муфта. Как итог, внутренняя обойма у нас перегрета до синевы, а внешняя обойма перегрета в двух точках, где подшипник был деформирован, о чем я подробно показывал в видео и как раз таки расписывал свой эксперимент. Здесь у нас, кстати, и внешняя часть со стенкой, и подшипник толстостенный, но все равно это все было пережато. Кстати, он был не очень сильно затянут, но там, как я уже говорил, много и не надо. Вот, смазку тут надавило, видимо, из подшипника, как итог, разбило картер из-за этой смазки. Может, он и был уже не в идеале. Ну, плюс еще вот сюда вот намазюкали килограмм, потому что вот в червяке столько много смазки не надо, там надо чуть-чуть. Ну, кому это интересно? Как там русские привыкли думать? Не помажешь, не поедешь. Хочется ругнуться матом, но я не буду. Я уже поорал сегодня матом, так что окей. Когда мы начали разбирать варик, все началось со снятия вот этого датчика, и когда я увидел на нем примагниченный кусочек сепаратора подшипника, ну, я понял, что мы лезем не зря, сто процентов. Но это не все. Все началось с того, что я увидел вот такую вот типа защиту на датчике. То есть вот это ухо, отломанное от датчика, его кто-то ковырял отверткой, отломил ухо и, собственно, так это дело собрал. То есть защита на этом датчике совершенно не нужна, потому что его там даже разглядеть проблема. Он очень глубоко находится, им совершенно невозможно ни за что зацепиться. А вот типа как крепление его изготовили, которое поджимает этот датчик. Господи, датчик стоит 2000 рублей на разборке. Но люди решили, что это, видимо, очень дорого или просто им лень было искать. И они вышли из положения самым настоящим русским способом. Со слов старого владельца, это собирали в каком-то профильном сервисе. Ну, скажем так, те профильные сервисы, которые знаю я, такую дичь собрать не могли сто процентов. Это вот, ну, просто даже не знаю. То есть, по крайней мере, те, которых я знаю вот именно из опытных, из староверов, что называется. Кто-то, кто недавно появился на рынке, наверное, такое сделать мог, но я не могу никого обвинять. То есть, мое личное мнение, что это человек собрал сам. Вот. Ну, скорее всего. Говорить он может все что угодно. Ну, а теперь давайте подведем итог. Хорошо собрать этот варик? Будет стоить, ну, наверное, около сотни. Он действительно мертвый, и такой мертвый еще надо поискать. Несмотря на то, что там свежие ремень и шестерни, это, к сожалению, никого не спасло. Кстати, помимо этого, здесь еще проблема с моторчиком, потому что, когда его вращаешь, есть прям посторонний звук. Вот, кстати, я сейчас попробую это воспроизвести. Вот. Такой присвист, прискрип. Это, скорее всего, задний подшипник разваливается. Но это уже мелочи. А, и еще один прикол. Нашли прям под сидением расплавленную силовую плюсовую фишку проводки. Короче говоря, прям в шаге от пожара или от эвакуатора. И вот, вы знаете, этот скутер такой весь. То есть, явно видно, что ни один рукожопый мастер в нем побывал и, собственно, ставил там много своих следов. Я вот снял обзор про один мопед похожий, но там, хоть он и свежее, но там еще хуже. То есть, мне потом человек звонил чуть ли не с угрозами и просил меня этот обзор с YouTube удалить. Я сказал, что удалять не буду. А как так получилось? Собственно, сначала человек плакался, что, типа, у меня нет денег туда-сюда, что мне делать? Вот. Там, типа, в друзья набивался. А потом, когда он его впарил, то есть, новый владелец обратился ко мне, узнав этот мопед по каким-то там признакам на видео, хотя номеров я там не показывал. Ну, я ему сразу сказал, друг мой, там, ну, из региона человек купил, друг мой, даже не пытайся просто, вот, даже не пытайся ты его восстанавливать. Ты останешься без штанов. То есть, разумно, если мопед заезжен до такого состояния, действительно разумно его продать. Честно ли его продать? Я не знаю. Это уже зависит от человека. Я бы, наверное, сам продавать не стал. Я бы, наверное, сам разобрал на запчасти, но мне легче рассуждать. То есть, я знаю, кому это продать, за сколько это продать, что в этом можно взять ценного. Человек, который в этом ничего не понимает, ну, естественно, он на этом только потеряет. В общем, друзья мои, покупайте 650-ки, радуйтесь, пока они свежие. Катайтесь на них и просто кайфуйте. Не надо покупать старые убитые дрова понизу рынка. Потому что можно за 150-200 тысяч рублей купить 650-ку. Да, она, скорее всего, будет старая, с дизельным звуком и с полным набором болячек. Да, из этого бывают исключения. Может быть, вам повезет. Но вопрос, хотите ли вы рисковать? Тут уже надо, наверное, договориться с собой и определиться. То есть, либо ты готов к рискам и вложениям, которые соизмеримы со стоимостью этой самой 650-ки. При этом, после того, как ты эти деньги туда вложишь, эта 650-ка вообще нифига не вырастет в цене. Надо это понимать. Потому что ей, простите, 20 лет. Ей уже как бы место в музее, в понимании производителя. Она прожила целых 2-3 жизни. И как и любой другой мотоцикл, как бы японцы не думали, что он 20 лет будет ездить. Это скутер, городское транспортное средство, которое, в общем-то, не рассчитывалось на какие-то совершенно бешеные ресурсы. И да, 100 тысяч для него это большой пробег, если за ним не следили. Если за ним следили, как за среднестатистической 650-кой в России, то к 100 тысячам большинство из них будет дровами. К сожалению, это правда. Самое главное, чтобы вы это понимали. Я знаю штучные варианты 650-ок с большими пробегами, которые можно брать. Но, к большому сожалению, их очень мало и их очень редко продают. Если вдруг действительно она такая хорошая, то, скорее всего, чинилась она в профильном сервисе в каком-либо, в котором, наверное, можно выяснить информацию о том, что делалось. У нас точно можно, и можно сделать это бесплатно. На сегодняшний день, по крайней мере. И на сегодняшний год, я думаю, уж точно. В других сервисах не знаю, но можно всегда задать вопрос. За спрос-то денег не берут. Потратить свои деньги на какой-нибудь хлам вы успеете всегда. А вот что потом с ним делать? Как бы стоит поразмышлять заранее. Подходите, пожалуйста, к вопросу покупки техники вдумчиво, чтобы таких ситуаций у вас не возникало. Катайтесь на свежих, хороших мопедах и не ведитесь на предложения по низу рынка. Это мой вам такой дружеский совет. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии. А даже если у вас нет возможности меня поддержать, вы всегда можете бесплатно поставить лайк, написать комментарий и нажать на колокольчик уведомления о новых видео. Это мотивирует меня развиваться, вкладываться в новое оборудование, повышать качество видео. И все это потому, что я это делаю для вас. Всем пока!